Сотрудники, гости, сегодня замечательный праздник. В истории нашего университета ВНМЕХ есть несколько праздников профессиональных, к которым мы относимся с особым трепетом. Это и день артиллерии, и день знаний, и, конечно же, день космонавтики. К этому дню мы имеем самое прямое отношение. В нашем УЗИ, в нашем родном городе, тогда Ленинграде, в 1946 году был открыт первый в Советском Союзе факультет ракетостроения. Началась систематическая подготовка кадров по проектированию и производству ракетных комплексов. И с точки зрения образовательных учреждений мы являемся родоначальниками этого направления в образовании. ВНМЕХ проводил серьезные научные исследования в области космонавтики. Наши выпускники, Дмитрий Ильич Козлов, например, был первым заместителем у Королева Сергея Павловича, когда готовился знаменитый старт «семерки». Многие наши выпускники работали с первыми ракетными системами. До сих пор почти все оборонные предприятия, предприятия ракетно-космической отрасли возглавлялись и возглавляются выпускниками ВНМЕХа. Все современное спутникостроение ВСС имени Решетнева в концерне возглавляется выпускником ВНМЕХа Николаем Алексеевичем Тистоедовым. Концерн ВКО ПВО «Алмаз-Анты» и противоракетная воздушно-космическая оборона долгое время возглавлял наш выпускник Менщиков. И эти плеяды замечательных наших конструкторов, руководителей предприятий, связанных с космосом, можно долго продолжать. Мы также гордимся тем, что мы выпустили самого известного космонавта советского периода космонавтики Георгия Михайловича Гречко. Мы выпустили такого замечательного космонавта-рекордсмена по количеству многих полетов и времени нахождения в космосе Сергея Константиновича Грибхалева, который является председателем нашего попечительского совета, летал и сейчас полетит в космос Андрей Иванович Борисенко. Готовится наш недавний выпускник Вагнер Илья в космос. И вот эта плеяда людей, связанных с космосом, все время продолжается. Помимо таких звучных достижений, мы гордимся тем, что мы работаем с предприятиями, со школами. В Петербурге существует клуб космонавтики во дворце творчества юных, который также возглавляет выпускник военмеха. И вся вот эта деятельность, безусловно, важна и нашей родине, и науке нашей, и подготовке кадров. И тот замечательный вклад, который внес наш институт, наш университет в это дело, мы надеемся, продолжат сегодняшние студенты. День космонавтики традиционно мы проводим, ну, конечно, и для преподавателей, конечно, для сотрудников, для гостей, но прежде всего для студентов. Понимая, что надо смотреть в будущее, и все наше будущее – это вы. Поэтому все студенты, которые находятся в зале, должны осознавать и понимать, что ваша учеба, ваш дальнейший труд будут нужны нашей стране, космонавтике. У вас очень сложная и нужная нашей стране работа. Поэтому я поздравляю всех собравшихся с Днем космонавтики. Обращаю внимание, что лозунгом военмеха был и остается лозунг «Военмех лучше всех». И это был лозунг, который, может быть, некоторые воспринимают как некая претензия. Это была официальная резолюция Коммунистической партии Советского Союза, написанная в 1932 году. Военмех лучше всех. С праздником вас! Аплодисменты.